Konnichiwa! Добрый день! Сегодня традиционный обзор по шестому каталогу и я вам расскажу не только то, что я себе заказала, традиционно расскажу о любимых продуктах, которые идут со скидкой в этом каталоге и немножечко о Японии, о фактах, особенности по уходу за лицом, которые я узнала. И я, смотрите, в каком красивом наряде, это футболочка японская, кимоношка, компания Reflame. Готовясь к поездке в Японию, я изучала о том, как они ухаживают за лицом, какой они делают макияж, и, конечно же, что нужно приобрести из Японии, и поняла, что нам очень далеко до того, как они ухаживают за лицом. Я вам тоже подробненько расскажу о фишечках, о том, как они делают макияж. Это вообще шок. Это, наверное, буду я снимать отдельные видеоролики, показывать вам нам далеко, далеко до этого. И вообще, как мы говорили, что это вообще инопланетяне, это другая сторона, это другие традиции, обычаи. Ну и периодически в своих обзорах я буду, конечно же, рассказывать, потому что очень много информации мы получили. Итак, сегодняшний обзор давайте вместе с вами полистаем. Первая страница запускного аромата, и это действительно такой редкий аромат. Очень часто в компании Reflame просили, ну сделайте нам такой аромат, чтобы он был суперустойчивый, чтобы он был такой вот мега крутой, суперустойчивый, редкий. И вас послушала, она сделала специально для вас, и этот аромат с культовой парфюмерной нотой, удовой нотой. Этот аромат не для всех подойдет. Он для шикарной, роскошной, яркой женщины. Аромат, скорее, больше вечерний. Мне его прислали в качестве официального обозревателя Reflame. Он насыщенный, яркий, и первое впечатление об аромате я сразу вспомнила Абу-Даби. Вот если бы я полетела в Абу-Даби, этот аромат бы я с собой взяла. Понимаете, это вот такая восточная страна, яркая. И когда мы заходили в парфюмерные магазины, вот это вот сложно-густой аромат, он просто шлейфовый, он везде, он везде тебя сопутствовал. Вот у меня ассоциация это с дорогой, роскошной страной именно в Абу-Даби. Абу-Даби, Дубаи, вот что-то такое шлейфовое я постоянно ощущала, эта нота присутствовала. В повседневной жизни для меня этот аромат тяжеловат, и моему супругу не понравилось. Он говорит, о, что-то такое. И вот ассоциация с палочками, которые зажигают вот что-то такое в храмах. Удовые ароматы, восточные ароматы, это сейчас является трендовыми ароматами, они очень модные. Уд – это речайшее эфирное масло, полученное из агаровых деревьев, которые произрастают в Юго-Восточной Азии. Она имеет глубокий, теплый, приятный, древесный запах. У меня противоречивые чувства. А днем однозначно нет, но иногда бывает такое настроение в течение месяца, в течение трех недель, в которых у меня был этот аромат. Вот бывает такое мне настроение, что я подхожу, и вот рука тянется именно к этому флакону. Я буквально один пшик нанесла, потому что больше не надо, он настолько глубокий аромат, что все, и я хожу, и я балдею, я наслаждаюсь этим ароматом. Аромат сложный, и я рекомендую вам приобрести пробник, попробовать, как он будет на вашем теле, и только после этого приобрести этот аромат. Здесь также розовое масло и шафран, только достаточно яркие ноты. Также у нас еще запускается такой же мужской аромат с удовой ноткой. Приобрела пробник этого аромата. Это вот мужской аромат мне больше понравился, и мне кажется, это вот для такого сексуального мужчину, восточного мужчину, он будет просто идеален. Листаем дальше. Следующая страничка, и это масочки для лица. Вот сейчас я про маски буду, особенно после по-японии, говорить, как ежедневный базовый уход, и они должны быть. Тем более, они стоят сейчас 39 рублей, я думаю, что обязательно нужно их набрать. Я их когда-то набирала про запас, и также это отличный вариант, когда, например, кто-то мне размещает заказик. В качестве комплимента я часто вкладываю именно такую масочку. Особенно в Краснотаре начинаются яркие дни, и у нас сегодня обещают до 27 градусов тепла. И вы знаете, раньше я пренебрегала солнцезащитными средствами, и у меня такая кожа, что я могла в самое пекло, в самый час пик, в 12 час пролежать, и у меня абсолютно ровный тон, у меня кожа была шикарная, такого темного-темного цвета. Мама меня очень сильно ругала, говорила, заработаешь всякие заболевания на коже, ты посмотри, это как вредно, фильтры, и можно и рак кожи заработать, что только не говорила. Но когда мы в молодости, мы никогда не слушаем родителей. Кроме того, шоколадный вот такой загар, это было всё, это было модно, и я была чернючая. Регая с папой, мы спрашивали, вот вы русский, а мама кто? То есть я была настолько чёрной, я была чёрной, и думали, что у меня чуть не афроамериканка мама, то есть однозначно какая-то тёмненькая. Вот, они говорят, нет-нет-нет, это просто мой ребёнок провёл три месяца на море, потому что я была три месяца в лагере, мне, вот для меня было море всё, всё. Я вообще безумно люблю море, безумно люблю плавать, купаться, я, конечно, загорала очень много, активно, не слушала маму, которая постоянно ругалась и говорила, что нужно загорать только в определённые часы, мазаться солнцезащитными средствами, ни в коем случае днём не загорать. Я загорала днём и в час дня, и всё. И вы знаете, вот, может быть, не сразу, а потом это аукается. И, может быть, вы мне подскажете что-то такое, у меня по коже года четыре назад появились белые точечки, белые пятнышки по всему телу. Это случилось внезапно после того, как я посетила Красноярск, столбы. Не знаю, почему я приехала, вот прям всё, вот как вот, вот точечками-точечками, я не знаю. Поэтому сейчас, сейчас я уже девочка умная, сейчас я уже сама могу своей дочери давать рекомендации, беречься от солнышка. И, конечно, солнцезащитные средства. Моё самое любимое солнцезащитное средство в Арифлейм – это вот такой спрей. Очень его удобно наносить, его распылять. Мне безумно нравится. SPF фактор 25. Это означает, в 25 раз усиливается защита. Пребывание на солнышке 5 минут без солнцезащитного средства. Умножайте на 25. Вот столько вы можете пребывать без получения различных всяких бяг на коже. То есть, защита. После того, когда у меня заканчивается вот весь этот флакончик, а он у меня улетает за несколько дней, после этого я начинаю использовать менее, меньше солнцезащитный фактор SPF 15. Почему я себе такое беру? Потому что у меня кожа смуглая. У меня дочка смуглая. Ну, для мужа сначала вот этого соцзащитное, потом он пользуется с нами, хотя ему, у него кожа очень сильно быстро загорает. Вот, ну, видите, на безрыберак рыба, что мы ему дали, тем он и пользуется. Он в этом не разбирается. Ну, в общем, я покупаю для себя и для семьи. Всегда покупаю про запас. У меня есть еще одно средство. Я покупала по распродаже. Я всегда готовлюсь к сезону. Если сейчас у вас все хорошо, у вас молодой возраст, все замечательно, то потом, как стукнет тридцатка, будет все ваши грешки, которые вы сделали с вашей кожи, они вылезут. Да-да-да. Как вы знаете, антибактериальное средство с маслом чайного дерева, оно сейчас 229 рублей. Его можно куда угодно применять. Если у вас перхоть, несколько капель добавили в шампунь. Если герпес, сейчас начнутся комары, мошки, укусы, помазать этим средством. Можно полоскать, если у вас зуб воспалился, несколько капель водичку добавили, прополоскали. Если у вас горлышко заболело, гной, нанки, ну, в общем, против всего-всего-всего. И наши ори-мамы заменили практически все лекарства на это средство. Оно уже много-много лет, но наверняка, вы знаете, не буду особо делать рекламу. Гель-лентим, гигиены, классное вот это вот средство с настоящей кокосовой водой. Приобрела в прошлом каталоге без воды, антибактериальное средство, капельку добавили, протерли ручки. Ну, наверняка, вы все знаете, средство по уходу за вашими ножками. По распродаже купила более дешевое средство, более выгодная цена в каталоге на такое средство с клубничкой. Сейчас я вам покажу. Приобрела мужу два. Я постоянно приобретаю. У меня еще вот такой вот в запасе. Мужская серия, ароматы, ароматы, ароматы. Здесь, конечно же, нужно подбирать по пробникам. Вот они, тенюшки, мои любимые, любимые тенюшки. Поближе выглядят эти оттеночки. Самый любимый оттенок ашемировая слива. И именно этими тенями я сегодня делала макияж. Тени. Вот это самые мои любимые тени Ари Флейм. Не знаю, уже, наверное, больше трех лет они у меня. Когда-то, лет 10 назад, это была моя самая любимая гамма. Только ей делала макияж, сейчас она мне поднадоела. И уже два года люблю безумно вот эту гамму. Особенно вот этот оттенок просто шикарный на любые. Конечно же, у меня есть другие тени. Но часто в завершении, когда делала макияж другими оттеночками, хоть капельку вот этого оттенка я доделаю в глаза. Если у вас зеленые глаза, то вот именно этот тон подчеркивает, открывает и делает невероятно классный взгляд. То есть, вот это классика тени, которая должна быть у каждой девочки. Как вы видите, без бровей макияж смотрится ужасным. И вот просто требуется оформление бровей. От природы у меня их нет. Они были, я перещипала их. Вот. Я уже записала отдельно вам видеоролик о том моих продуктах для бровей. В сравнении с серией Джордани. И несмотря на то, что я ругалась на вот этот карандаш, то, что он стерся, что он мне не совсем понравился, минусы его, только оттенок, делая заказ, рука мне потянулась к вот такому оттенку. Все-таки я захотела еще дать второй шанс и сделать, еще заказать более светлый оттенок. Ну, оттенок вроде так хорош. Ничего, мне нравится. Всегда использую два, чтобы сделать сочетание лучше. Более темный оттенок для бровей. Сразу гармонично и уже завершенный образ у меня получается по сравнению с этой бровкой. Правда же? На светлом карандаше розоватый идет потон. На темном карандаше идет золотистый потон. Прям хочется подчеркнуть еще уголочек. Виночка, тушь для бровей. То есть после того, как мы сделали, нарисовали нашу бровку, мы возьмем вот такую малипусечку. Посмотрите, какая маленькая-маленькая кисточка. Оттенок средний я взяла. Закрепляем волоски, прокрашиваем их. Ну и как вам моя бровка? Есть разница? Смотрите, сразу новейшее веко, такой, знаете, опущенный взгляд. Смотрите, а здесь приподнятая красиво оформленная бровь. Как вам больше нравится? Мне кажется, это однозначно. Ох, вот я реально балдею. Мне так нравится эта тушь. И бровки выглядят натуральными, красивыми. Джордани сероватый потон. The One светлый, более такой коричневый. Джордани темный. И видите, то есть Джордани, мне кажется, больше сероватый, а здесь более теплая гамма. Оттенки это светлый карандаш, это темный карандаш. Если вы пробовали этот карандаш, пожалуйста, напишите внизу комментарии. Вот так вот выглядит новиночка. И я взяла средний оттенок. А это карандаши для бровей. Также у нас новиночка, жидкая грудная помада Эликсир. И уже, наверное, три недели рука тянется именно к этому оттенку. Я приобрела другой оттенок, но почему-то он у меня валяется. А вот это вот у меня мой мастхэр, тем более под мой нежный, нюдовый, розовый образ. Стреливую подводку для глаз. Просто прелесть, просто песня. Практически полтора месяца использования этой подводки. У меня не обходится ни один макияж. Редко, когда я не подвожу глаз, когда очень сильно тороплюсь. Только безумно-безумно она нравится. А вы пробовали такую подводку? Напишите, пожалуйста, в отзывах. Она сейчас со скидочкой. Вот кто не приобрел, однозначно рекомендую. Также и кисточку. Вот-вот кисточка, классная кисточка. Подходит к ней шикарно. Компания Reflame мне в качестве официального обозревателя подарила стойку минеральную тональную основу. Это мой мастхэр. Это средства, которыми я постоянно пользуюсь. Да, то есть вот. Я записала видео сравнение консилеров. Вот этот консилер, хочу обратить внимание. Появилась новиночка The One. 499 рублей. 299 рублей. Рекомендую. Если вы хотите более легкий макияж и уходовое средство, это вот этот консилер. Если более плотное покрытие, то, конечно же, вот этот вот. И на лето я рекомендую оттенок естественный. Шикарно смотрится. Для глаз я всегда использую кисти мак. Они мне безумно нравятся. Я вам неоднократно говорила. И когда я пришла купить еще кисточки, потому что это самые мои ходовые, мне нужно всегда, чтобы были они чистые. Мне сказали, что вот это последние, которые из натурального ворса, с длинной ручкой уже пошли из искусственного ворса. И в компании Арифлейм, все остальные кисточки я использую практически в компании Арифлейм, у меня была такая для пудры, она из натурального ворса. А сейчас, так же, как и в Мак, в компании Арифлейм пошел тренд на кисти с искусственным ворсом. Не знаю, в связи с чем это связано, почему мировые бренды переходят на искусственный ворс. Я решила заказать вот такую кисточку. Знаете, ощущение другое. По-другому наносится. Не могу сказать, хорошо или плохо, просто по-другому. Приобрела такую кисточку со скошенным ворсом, для того, чтобы делать контурирование и наносить себе румяшки. Также в этом каталоге я приобрела себе вот такую вот малышку, кисточку для губ, потому что очень часто делаю амбре, контур для губ. И, конечно же, это требует немножечко корректировки, где-то подкрасить губы. Мне понравилось. Покупкой осталось довольно удобно. И футлярчик удобный, чтобы не испачкать косметичку. Также я приобрела себе еще одну такую щеточку. Они уходят. Будут новые щеточки Арифлейм. Видите, какая она у меня уже такая некрасивая. У меня таких штучек, по-моему, 2-3. И они лежат в сумочке, постоянно теряются в какой-то... Потому что мне нужно немножко почесать, сделать объем. Я часто беру. И когда у меня нет этой щеточки, у меня начинается паника, в какую я сумочку положила, где она у меня лежит. Поэтому я себе заказала еще одну. Войдя в облако этого аромата, я поняла, какую ошибку я допустила. Этот аромат был со скидкой в прошлом каталоге. Я его хотела приобрести, но забыла. Когда я брала с собой в Японию Giordani Gold Essence, мой любимый аромат, там мини-версия удобна была, я чувствовала, что это не тот аромат, не для той страны. Сейчас я поняла, что вот именно этот розовый пудровый аромат под мою коллекцию одежды, которую собрала, вот он нужен был. Этот аромат, он такой нежнейший. Аромат, он во вкладыше. И какие ноты здесь? У меня нет слов. В состав этого аромата входит японский османтус, цветок хлопка и яблоневый цвет. Время цветения. Вот почему действительно у меня ассоциация это с Японией. Я теперь поняла. Хорошо. Сейчас я, наверное, всю свою коллекцию, то, что я сейчас буду носить, весной я буду носить именно с этим ароматом. Ну, вот так, вот так. Для ног 199 рублей. И пена для ванн 119 рублей. Постел по уходу за волосами. Лак, которым я пользуюсь несколько лет. Я уже забыла, сколько десятков флаконов лака у меня было. Этим лаком я постоянно пользуюсь. Серию по уходу за волосами я вам рассказывала. Классная серия, очень люблю. Посмотрите предыдущие обзоры. И, конечно же, красочки. Красочки. У меня на волосах оттенок темно-коричневый. Но я его мешала. Одна упаковка вот этого оттенка. И полупаковки 525. Немножечко с коричневатым оттенком. Я всегда миксую. Мне всегда недостаточно какого-то одного оттенка. И в этот раз я обратно с темного оттенка решила сделать немножко покраснее. Вот этот 525 шикарнейший оттенок. И немножко два оттенка. Получается махагон и красное дерево. Вот такие два оттенка. Проэкспериментируем. Мне скучно быть однообразной в каком-то одном оттенке. Поэтому постоянно у меня переливы краски. И один из самых частых вопросов, которые вы задаете, это как я ухожу за своими волосами. И о том, что за оттенок, что за краска. Да, краска немножко подмывается, поэтому сначала такой ядреный, темный, темный. А потом потихонечку, потихонечку и он выходит в каштановый. И меня практически в конференции все подходили. О, Ирина, ты такая темненькая, такая черная. Да, мне хотелось что-то нового, что-то такого яркого. Почему-то у меня ассоциация с Японией, что они темноволосые. Мне захотелось такой черной, темной, темной брюнеточкой быть. Но понимая, что это не совсем мой оттенок, нужно немножечко в коричневую гамму уходить. Поэтому я постепенно буду красить волосы немножечко в другие оттенки. Ну, в общем, я такая вот непостоянная. И мне кажется, скучно ходить с одним цветом волос. Если вы смотрели мой прошлый обзор, то вы наверняка заметили, что я буквально сейчас скупаю средства по уходу за лицом. Особенно после того, как первый раз посетила косметолога. Я посмотрела, сколько стоят инъекции, процедуры. И намного дешевле сейчас поддерживать уход. И если взять японцев, то они категорически относятся к таким инъекционным процедурам. Они тщательно ухаживают, начиная с 16-18 лет. У них идет, особенно с 18, то есть когда они поступают в институт, у них идет 10-этапный уход за лицом. И их кожа выглядит намного моложе, а не выглядит намного моложе. Уже покупала этот набор на Вэйдж. Очищение, тонизирование я оставила в номере. У меня заканчивались тюбики. Ну, еще крема немножечко осталась, поэтому я приобрела. Вот так вот он выглядит, этот наборчик. В сравнении с японочками мы очень такое лайтово ухаживаем за кожей лица. Потому что, как они правильно ухаживают? Во-первых, у них идет гидрофильное масло. Сначала они очищают лицо. После него они смывают это гидрофильное масло, очищающие пенкой. После этого они наносят скраб, скрабирование делают. Идет тоник. После тоника идет эмульсия, эссенция. Если, например, я посмотрела самый популярный Бред Эскитсу, эссенция стоит один тоник. После тоника эссенция стоит 15 тысяч рублей. На наши цены серия стоит действительно очень дорого. И они вкладывают в свою кожу очень много средств, денег. Потому что кожа – это все. И нужно позаботиться сейчас об этом, о том, как выглядит ваша кожа, а не потом. Можно сэкономить на чем угодно, но только не на вашем лице. После тоника, после эссенции они практически каждый день делают тканевую маску. Либо через день. Я сняла видео, когда первый раз попробовала тканевую маску. Вот так вот она выглядит. Я даже с собой брала ее в самолет. Взяла ее специально. Надо было это делать, пока наружу спал. Приятно, ощущение людей немножечко попугало. Эту маску брала в самолет, потому что, когда вы летите 9 часов, идет обезвоживание кожи. Кожа выглядит уставшей, синяки под глазами. То есть, вообще, конечно, это трэш. Обалденный эффект. Поэтому обязательно в отпуск, когда вы полетите, возьмите масочку. Может быть, вы в самолете постесняетесь ее нанести. Потому что я выглядела буквально пандой, ржащей. Мне было смешно смотреть на себя в зеркало. Но эффект я получила обалденный. То есть, вы можете прийти, приехать в номер, быстренько сделать масочку, восстановить обязательно ваше лицо. В Японии я пересмотрела кучу роликов о том, что вот эти маски пошли как раз-таки из Японии. Потом Корея подхватила вот такой вот уход, корейский, японский уход. Что нужно везде из Японии, это маски. И вот реально я затарилась масками. Да-да-да, я их набрала, потому что попробовала нашу маску на ВЭЧ. Мне настолько она понравилась, что я решила перепробовать массу масок в Японии. Маски, которые я взяла себе, там номер один. Конечно же, можно запутаться это с коллагеном, то есть какая-то премиум. Но номер один, вот такая маска еще с чем-то. Я не разбиралась тоже почти-то. Очень хвалили вот такую вот маску. Здесь кожу младенца обещают. Такие вот маски. И последняя маска называется 365. Не жалею, что забыла еще купить больше. 365 дней. И практически все японцы. Она очень легкая-легкая маска. Каждый день. 365 дней. То есть каждый день наносится эта масочка. Есть в более больших упаковках. Но я решила попробовать весь ассортимент. В упаковке, как правило, содержится 4-5 масок. По стоимости они примерно такие же, как одна маска в Арифлейм. Я боюсь вам озвучить сумму. Подожди, я посмотрела вот маску. Хочу вот такую же попробовать. Две масочки. То есть 1-4-186. И так, какая? 627. Я показала на мое лицо. Она сказала, мне пойдет. В общем, я специально не записывала сумму, которую я потратила на уходовые средства. Особенно в переводе. Но это безумная-безумная сумма. Я спустила на шопинг порядка пони. Я потратила более 100 тысяч рублей. В основном это уходовые средства. Всякие пластыри. Маски. Что такое? Еда. Единственное, что я купила из вещей, это так мне и мужу футболочку. Все остальное, это в основном косметические, медицинские средства. В общем, как-то так разлетелось. И, конечно же, экскурсии, которые стоят безумно дорого. Успела попробовать только одну маску. Вот такую. И что хочу сказать, что, ну, да, приятная. Но эта маска, вот честно говоря, намного-намного круче. И я нам сказала сразу, что да, вы можете попробовать. Эти маски, они бюджетные. 20 долларов, 30 долларов, 50 долларов. Но если вы хотите антиэйдж, антивозрастной уход, то, конечно же, масочки, они будут другие, другой стоимость. Я вам привезу. И как-то получается, что я, на самом деле, я потратила уже все практически деньги. Я спустила и потом еще меняла, меняла, меняла. Вот. И в последний день она привезла нам кучу всяких заказов, которые мы заказывали. Чуть ни разу не пробовала. Это скраб и масочка. Тоже попробую. Эти вот масочки, это более бюджетный вариант. 20, 20, 30 долларов. То, если вы хотите антиэйдж, это другие масочки. Они реально эффективны. Вы действительно ощущаете эффект. И она привезла. У меня уже под конец, у меня вообще не было уже денег. Потому что я на все спустила. Еще больше всего хотелось приобрести. И я понимаю, что у меня перевес. И вот она говорит, ой, я не знаю, не помню, кому заказала эти масочки. И вот одна маска, 170 долларов. Одна только масочка. Вот. Ее взяла Марина Гавриленко. Ну, в общем, мы, на самом деле, мы с девчонками скупали все. Поэтому хочется попробовать, хочется сравнить. Еще раз говорю, что вот использовала пока только одну вот эту вот масочку. Здесь эта масочка гораздо круче. Потом я попробую, там другие маски я вам расскажу. Может быть, в Японии потом до закажу какие-то маски. Вот. Но это, знаете, вот эта вот маска чуть-чуть поиграться. Немножечко увлажнение. Да, вы чувствуете кайф. Потому что следующие продукты, которые вы используете после маски, вот реально, вот чувствуется после вот этой вот маски. Я помню, я просто покайфовала, какой у меня макияж. Качество макияжа было совершенно другое. После самолета я чувствовала себя совершенно по-другому. Поэтому однозначно, как только у меня закончится вот этот вот годовой запас масок, я буду приобретать вот эти маски. Однозначно. И всем рекомендую, чтобы у девочек как минимум раз в неделю был в комплексном уходе вот такая вот масочка. Однозначно. После Японии я совершенно по-другому начала относиться к своему здоровью, уходу и буду еще больше рассказывать. Так вот, 10-этапный уход за лицом. После того, как вы нанесли тоник, потом вы нанесли эссенцию, после эссенции вы нанесли маску, после маски идет сыворотка, после сыворотки идет сыворотка либо под глаза, либо дневной крем вокруг глаз, потом идет дневной крем, ночной крем. Если вы еще куда-то выходите на улицу, то это крем дополнительно все это с SPF-фактором. То есть это называет поэтапный уход, когда вы накладываете, накладываете, накладывая средства. Японочки и кореянки ухаживают за своим лицом, и нам нужно перенимать эти этапы для того, чтобы наша кожа оставалась как можно дольше молодой. В Японии нет лекарств. И если вы заболели, вы идете к доктору, это серьезное какое-то заболевание, то доктор вам может выписать три таблетки, и эти три таблетки дать. То есть в аптеках таблетки вы приобрести не можете. Японцы не умирают от заболеваний, они умирают от старости. Средняя продолжительность это 100-110 лет. В Японии принимают биологически активные добавки, 99% человечества. Принимают все, как детские, так и взрослые. И они очень тщательно относятся к своему здоровью. Его коллаген, это вот как у нас, например, в Wellness мы коктейль пьем белок, очень важен для всего, для кожи, для суставов, для организма. Коллаген у них в трех видах. Это питьевой, в порошке, но есть какие-то в таблетках, но к таблеткам очень плохо относятся. И я решила попробовать курсами. Есть вот такой, ой, очень безумно-безумно тяжелый, вот там очень тяжело, я не знаю сколько. Но вот реально вот здесь мне кажется более полукилограмма. Клограмма ше, она достаточно плотная какая-то жидкость. Я еще не принимала, не пробовала. То есть с утра ты выпиваешь это со ше. Также есть питьевой коллаген, он в бутылочках. То есть ты приходишь в обычный магазин за продуктами, там отдельная полка, большая полка БАДов. Питьевой коллаген ежедневно. То есть как мы йогурт употребляем, так же они выпивают коллаген, выпивают белок. Вот. Также есть вот тоже это курс БАДы, тот же курс коллаген премиум. Но его вы насыпаете, вот такая вот баночка, здесь порошочек, вы его насыпаете в кофе. Говорят, безвкусный, я еще не пробовала. Постоймся, я тоже вам не скажу, но это стоит очень дорого. Очень дорого, но здоровье дороже. Здоровье дороже, и лучше сейчас вкладывать в свое здоровье, нежели чем потом ходить по больницам. Я знаю, что это такое, потому что на нашем вэлнессе от Reflame я очень круто восстановила иммунитет. Наверняка вы все слышали мою историю про вэлнесс и беременность, про сотни-сотни историй. У нас есть отдельные вэлнесс-чаты, как идет оздоровление организма. И, знаете, вот действительно обидно, что мы очень халатно относимся к своему здоровью. И вот японцы, да, большую часть своего дохода, они как раз-таки вкладывают в себя, в свое здоровье, кожа, волосы, ногти, чтобы все, чтобы заниматься спортом. Они думают совершенно по-другому. И действительно нам нужно еще учиться, учиться и учиться. Я сейчас не буду вам рассказывать, вы наверняка увидите, что в каждом каталоге я приобретаю себе, своему ребенку, средства вэлнесс для здоровья. Кто-то говорит, да, да, это дорого. Да, возможно, дорого. Но дороже жизнь, дороже здоровье. И когда вы забываете об аптеках, вы не знаете, у вас все дома просрочены лекарства. Вот это классно, это здорово. Как ты себя ощущаешь? Энергия, бодрость, заряд, как выглядит твоя кожа, ногти, волосы, иммунитет. Это действительно страница. У нас масс-хэвы, самые популярные продукты с большой скидкой. Это тушь с эффектом накладных ресниц и средства для снятия водостойкой косметики. Это был мой обзор, мой заказ. Часть моего шопинга в Японии и моё отношение к уходу за лицом, уходом, средством и здоровью. В следующих видеороликах я буду вам рассказывать подробнее о том, как я применяла эти средства, какой эффект я получила. Я ещё раз приглашаю в компанию Арифлейм не только на дисконтное потребление, на изменение образа жизни, но и также задуматься и развивать здесь бизнес. Вот реально, потому что в компании Арифлейм компания Арифлейм даёт возможность бесплатно путешествовать, изучать мир, потому что вы никогда не поймёте другую страну, какие бы видеоролики не смотрели, пока сами не побываете. Понимаете, мир настолько многообразен. Вот побывав в Японии, я поняла, что это как инопланетяне. И сколько бы я не смотрела видео, пока я не побывала там, я этого не ощутила, а впереди у нас ещё конференция будет в Мадрид. Летом объявят для новичков и менеджеров акцию путешествия также в какую-то другую страну мира. И поэтому сейчас я вас призываю сейчас активно начать действия, делать закладку вашего бизнеса для того, чтобы уже в следующем году посетить какую-то страну, пускай у кого-то будет первая, пятая, двадцатая, или как у меня, двадцать пятая страна мира. Желаю вам отличного настроения. Арегатугузаймаса. Пока-пока.